сегодня я расскажу как я обычно в лондоне делала салат кида листья любого салата затем нарезала и насыпала огурца все это можно перемешать уже можно подсолить чтобы огурчики и капуста пропитывались хорошим бонусом пойдет травка шпинат укроп и лучок зеленый который я вырастила на балконе сейчас мы их почикаем и тоже добавим в зеленый салат пока он еще зеленый ну вот я нарезала свой урожай с балкона теперь это все засыпаем в салатик мой зелененький и скоро будем кушать нямку-лямку ям-ям это на по-английски ням-ням теперь к этому добавляем немножечко помидор а буквально одну помидорку я порезала кстати в англии помидоры на рынке были очень вкусные прямо знаете такие кубанские а вот эти конечно они такие пустые я бы их назвала не очень хорошие помидоры будем ждать когда созреет кубанские ну и в принципе вот такой вот салатик я ела если я хотела более плотно подкрепиться там допустим куда-то уходила в университет или на съемки и мне надо было хорошо покушать стоян добавляла еще мясо курицы или рыбу рыбку я всегда покупала форель в лондоне она стоила ну по расценкам лондона достаточно дешево примерно столько же сколько у нас она стоит сейчас солила ее сама а вот вчера покей купила под копченую по скидке очень вкусная под копченая форель у нас продается там такой нет ну и чтобы салатик получился более плотным чтобы наесть своим я добавляла специальные такие сухарики для для салата или просто крошила хлебцы сейчас у меня их нет просто буду есть черным хлебом а также если хотелось что-то пожирнее я добавляла сюда кусочки сыра или моцарелла или для греческого салата специальный сыр забыла как он называется и если уж совсем плотно хотела то есть допустим зимой то добавляла майонезом майонез конечно приходилось привозить из россии потому что там майонез очень очень кислый и мне не нравится поэтому от майонеза я как бы вообще избавилась в лондоне зато в лондоне я приноровилась заправлять такие салатики оливковым маслом но сейчас у меня нету его подсолнечное только и плюс еще к этому покупала вот такой бальзамик винегар то есть я не знаю как у нас в россии называется бальзамический уксус наверное так но эту бутылку я еще не начинала поэтому сейчас буду другой которую мне оставила моя подружка какая-то когда жила у меня в квартире вот такой вот интересный очень со специальным пульверизатором так немножечко обрызгать я особенно люблю брызгать это на мясо курицы не знаю как это будет под копченой форелью возможно вкус форели я испортила но ничего зато я очень сильно полюбила этот бальзамический соус поэтому все что угодно могу есть с этим соусом добавляем любимую вилочку из джон лювиса плюс два кусочка черного хлеба из тостов и вот такой вот у меня получился обед он аппетит мне приятного аппетита